Снижение темпов экономического роста позволит заработать башкирским аграриям на экспорте зерна и масла. В то же время обвал рынков может обернуться снижением доходов местного агропрома. Такой прогноз делают эксперты отрасли. По мнению специалистов, если Россия не вернется к договоренностям в рамках ОПЕК+, это приведет к долгосрочному сохранению нефтяных цен на уровне 30 с небольшим долларов за баррель. Для бюджета страны и курса рубля в целом такая ситуация является кризисной. При том, что на сегодняшний день агросектор Башкортостана один из крупнейших получателей государственных субсидий и дотаций. И будущее этой поддержки оказывается под вопросом. Пока эксперты отмечают лишь нарастание финансовой нестабильности, которое отрицательно сказывается в том числе и на агросекторе. Однако не для всех его участников. С одной стороны, сейчас, когда рубль ослаб, это в моменте, я еще раз подчеркиваю, в моменте, а не стратегически. Вот в этом сезоне выгодно экспортерам, в том числе зерновых, экспортерам масличных, растительного масла, экспортерам всего того, что мы называем макротоварами. Да, потому что их конкурентоспособность на внешнем рынке выросла. Но также очень скоро и вырастет валютная составляющая в затратах наших аграриев, которая составляет среди меньше 30-40% затрат. Если мы не ведем качественную сельхозтехнику, семена... Сложнее всего, по мнению экспертов, придется таким отраслям, как растение и водство, животноводство и тепличное хозяйство, так как их затраты непосредственно связаны с удорожанием доллара и евро. При этом, когда есть угроза снижения темпов экономического роста в стране, цены на овощи сильно поднять не получится, считают эксперты. А дополнительного платежеспособного спроса не предвидится, заключают ученые.